Греция передаст Украине от 20 до 30 единиц БМП-1. Об этом рассказал премьер-министр страны Кириакос Митцеатакис. Он подчеркнул, что таким образом Греция заменит свой парк бронетехники более современными образцами из Германии. «Сейчас мы обмениваем небольшое количество, от 20 до 30 БМП-1, на гораздо более современные машины немецкого производства. Мы помогаем Украине и одновременно укрепляем наши вооруженные силы более новыми боевыми машинами», сказал Митцеатакис. Речь идет о немецких БМП-мардер. Именно в обмен на получение этой техники, Греция согласилась передать Украине свои БМП-1. Количество техники, которую страна может передать Украине, должно быть равнозначно той, которую получит от Германии. Ранее власти Греции заявляли о передаче Украине 100 единиц БМП, но подчеркивали, что это будет зависеть от количества машин, которые они получат на смену. Напомним, Греция имеет на вооружении БМП-1, которые ранее использовала армия Германской Демократической Республики, и после объединения Германии были не нужны Бундесверу. Все машины были чехословацкого производства и прошли модификацию. Получили индекс БМП-1 и 1ОСТ. В 90-х годах Греция получила около 500 таких боевых машин пехоты. Часть из них была передана Египту, часть – Ираку. Заметим, что возможно речь идет о первой, но не последней партии БМП-1, которые Греция передаст Украине. На вооружение военных Украины стали болгарские станковые и противотанковые гранатометы SPG-9 Warrior. Фотографию с болгарским оружием обнародовали воины украинского иностранного подразделения Norman Brigade. Этот гранатомет предназначен для поражения танков, самоходно-артиллерийских установок и других бронированных целей, а также уничтожения живой силы и огневых средств противника. Пока неизвестно, это безвозмездная помощь от правительства Болгарии или прямые закупки Министерства обороны Украины. Недавно сообщалось, что Болгария не будет предоставлять Украине тяжелое вооружение. На опубликованных фотографиях с украинскими военными SPG-9 Warrior оснащены прицелами ночного видения PGD N7 Wire. Эти прицелы на продажу предлагает болгарская компания Bull Arms Limited. В настоящее время Bull Arms Limited является единственным владельцем европейских и международных патентных прав на производство SPG-9 Warrior и RPG-7 Warrior. Компания производит и запасные части к SPG и другое оборудование. Оптический прицел PGO-7 V3, оптический прицел PGO-7 V4, прицел день-ночь цифровой PGD N7 Wire, прицел тепловизионный PGD N9 TV. Также болгарское предприятие предлагает на продажу SPG-9 с дистанционным управлением SPG-9 RCVS. Помимо гранатометов, Bull Arms Limited производит боеприпасы к своей продукции. Вероятно, вооруженные силы Украины получили и болгарские боеприпасы к станковым противотанковым гранатометам. В Украину из Литвы прибыли гусеничные бронетранспортеры М-113. Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Бронетехника поставляется для нужд сил обороны Украины в противостоянии полномасштабной агрессии РФ. М-113 уже добрались до поля боя в Украине, чтобы защитить жизнь украинских воинов, написал Анушаускас в своем твиттер. Напомним, недавно Литва передала Украине грузовики и внедорожники в качестве военно-технической помощи. Тогда министр обороны Арвидас Анушаускас сообщил, что в ближайшее время силы обороны Украины получат от литовцев 20 гусеничных бронетранспортеров М-113. Из открытых источников известно, что Литва имеет более 200 бронетранспортеров М-113, в том числе в модификации М-113А1. Легкий универсальный гусеничный бронетранспортер М-113 в первоначальной комплектации был вооружен пулеметом калибра 12,7 и оснащен бензиновым двигателем. Впоследствии был несколько раз модернизирован. Его экипаж состоит из двух человек. Механика водителя и командира. М-113 способен перевозить десантное отделение численностью до 11 человек, а также служить основой для нескольких десятков специализированных машин. Спасибо за просмотр. Слава Украине!